Елена за консультацией психолога обратилась без доли сомнения. У женщины дети-близнецы. В этом году они пойдут во второй класс. Помимо радостных хлопот, маму беспокоит ментальное здоровье своих детей. Всему виной неутешительные цифры статистики. По данным РБК, 52% школьников сталкиваются с буллингом, 15% из которых держат внутренние переживания в тайне. Здесь важно вовремя обратить внимание на изменения в поведении своего чада и не стесняться спросить совет у специалиста. В ситуации буллинга дети, которые оказывают такой прессинг, им нужны эмоции. Им нужны ответные реакции, им нужны эмоции, им нужно какое-то поведение от своей жертвы. И вот задача – научить ребенка не быть жертвой. Проработать фразы, которые ребенок может использовать, чтобы сгладить конфликт со сверстниками. Все это подробно объясняют в Центре консультативной помощи родителям. Специалисты используют разные формы работы. Одна из них – арт-терапия. Путем спонтанного творчества происходит такая проекция внутреннего состояния, допустим, в виде рисунка, в виде какой-то поделки. Центр консультационной помощи родителям при ОГПУ работает с января 2020 года. Он создан в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. За это время около 20 тысяч родителей пришли сюда за советом. В штатном расписании Центра специалисты различного профиля. Помимо психологов есть социальный работник. Он подскажет, как получить те или иные льготы. Еще логопед, педагог-консультант по домашнему образованию. Сейчас очень много детей, которые находятся на домашнем образовании. И возникают проблемы, как лучше организовать место для ребенка. Не будет ли он испытывать проблем с общением со сверстниками, находясь на домашнем образовании. В Центр за бесплатной консультацией может обратиться любой родитель ребенка в возрасте до 18 лет. Запись на консультацию ведется на сайте Центра. Александра Никитина, Данил Сурков, Управда ТВ.